Оказывается, изготовление открыток или кукол может стать темой исследовательской работы. Самые юные, учащиеся в Кирово-Чепецкой гимназии номер один, написали об этом и многом другом в своих научных изысканиях. Она с трудом выговаривает название техники, в которой сделана ее открытка, зато с легкостью, увлеченно их создает. Софья Априна очень любит дарить открытки, сделанные своими руками. Самое главное, что открытка сделана от всего сердца. Именно это и побудило ее создать много открыток в разных техниках и написать на эту тему исследовательскую работу. По той же причине и другая гимназистка тоже взялась за исследование. Всю эту красоту на подарки своим друзьям и родным девочка создавала вместе с бабушкой. А вот и самая любимая работа юного исследователя. Это нитки. Тут в горшочек мы заливали алебастр. Сверху моментом покрыли траву. Потом декоративными аксессуарами все украсили, птицы добавили. Цели, задачи, гипотеза, предметы и объект – столько сложных слов, которыми уже овладели самые маленькие ученики гимназии. Работать над исследованиями здесь начинают с первого класса. Первоклассницу Сашу Калинину заинтересовала русская тряпичная кукла. Теперь она не только знает историю вопроса, но и может рассказать о каждом экспонате. Это кукла «12 лихорадок». Этих кукол вешали за печку, чтобы она оберегала хозяев от болезней. Это кукла пасхальная. Ее дарили на праздник пасхальным. Пасху. Эту куклу, у нее красное лицо, потому что яйца уже тоже красят в красный цвет. Всю неделю гимназисты знакомят и защищают свои работы перед жюри на традиционных гимназических академических чтениях. Название громкое – «Парад служения науки», но оно себя оправдывает. Около сотни исследований на самые разные темы. К примеру, Харин Саша посвятил ее российскому флагу. Для этого он изучил историю флага, начиная со времен Петра I и выяснил, как соблюдаются правила размещения флага. Если два флага, то флаг Российской Федерации слева, если три, то посередине, а если четыре, то слева посередине. Исследовательская деятельность многие годы остается для гимназии одной из приоритетных. Чтение – это стартовая площадка, на которой гимназист пробует свои силы и оценивает уровень подготовки работы перед более сложными исследовательскими конкурсами. Эргина Мативосян, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.